Двое суток я не ела, обманывала маму, после съедала сковородку жареной картошки одна и мне казалось мало. Звериный голод менялся на самобичевание и ужасное чувство вины. И история с голоданием повторялась. Всем привет! Я Светлана Никитчук, ваш нутрициолог. Сегодня поделюсь своей историей похудения в подростковом возрасте. Она поможет вам уберечь детей от ошибок, которые они могут допустить по незнанию. Их поведение в этом сложном периоде станет вам понятнее, а многие вспомнят себя. Мне будет очень приятно, если вы в ответ на мою искренность поставите лайк и прокомментируете, что совпало с вашим опытом, а что нет. Кстати, в комментариях вы можете задавать мне вопросы. Есть такая теория, что человек выбирает профессию, в которой сам нуждается. Это 100% про меня. Хотя я до 26 лет никогда не имела проблем с лишним весом. В детстве я была достаточно худенькая, и мне даже ставили диагноз дистрофия. Я плохо ела, много болела, и, конечно, помню, как мама сильно переживала. Но в школе все наладилось. Я стала крепкой, перекратила болеть. В 9 классе перестала себе нравиться. Я делюсь своими переживаниями, чтобы вы знали, что все эти заскоки, психи, непонятное поведение подростка – это нормально. Чтобы вы не кричали, не унижали, а могли поддержать своих подростков в непростое для них время. Когда лицо в прыщах, тело не имеет изгибов, а более прямое, у девочек начинает только расти грудь. Добавьте сюда еще несколько килограммов лишних, которые физиологичны для этого периода, потому что выполняется программа полового созревания. В этот непростой период жизни подростка он настолько раним, что любое неосторожное слово и критика в его адрес могут вызвать ужасные последствия. Я сама мама, моей дочери сейчас 20, и мы пережили этот период, а сыну 12, и это сложно. Самооценка в этом возрасте очень низкая, поэтому будьте внимательнее и не спешите с критикой и выражениями, типа «Разоржалась», «Господи, что с твоим лицом», «Да куда тебе», «Бестолковая», «У тебя никогда ничего не получится». Этими фразами вы даете установки своим детям и, возможно, на всю жизнь. Похвалите лишний раз и сделайте комплименты красоте и таланте. И, собственно, в этом возрасте девчонки большей частью сравнивают себя со звездами, моделями и понимают, что они недостаточно тонки и изящны, и садятся на диету. Что и произошло со мной. В девятом классе я весила 51 кг. Я стояла второй по росту на физкультуре, то есть была достаточно рослая, и полноты у меня не было. Но мои одноклассницы-подружки были астениками, и я хотела быть такой же, как они. Тогда я не знала, что у каждого из нас разная конституция. У астеников тонкие кости, узкие плечи, бедра, да и по весу они будут легче. Я же из нормостеников, и быть астеником у меня не получится. Есть еще третья группа. Это гиперстеники. Люди с широкой костью, широким запястьем, и они обычно высокого роста. Они могут весить 80 кг и при этом выглядеть достаточно стройно из-за тяжелых костей. Глядя на двух подружек, которые весили 48 и 49 кг, мне казалось, что мои 51 кг – это критическая цифра. И я решила худеть во что бы то ни стало, скрывая это от мамы. Раньше не было возможности почитать о диетах в интернете. Инстаграма не было. И о полезных постах, топ-5 самых опасных диет просто никто не знал. Узнать, что думают и врачи, и эксперты, впечатлиться чужим опытом было физически невозможно. Поэтому я придумала голодать. Мне казалось, все логично. Меньше ешь и худей. Но именно этим, по незнанию, я запустила историю, которая продлилась еще много лет. Если бы я только знала тогда, как я буду об этом сожалеть. Двое суток я не ела, обманывала маму. После съедала сковородку жареной картошки одна, и мне казалось, мало. Звериный голод менялся на самобичевание и ужасное чувство вины. И история с голоданием повторялась. Думаю, многие себя узнали, когда сделали себя заложниками собственных защитных механизмов. Когда сутки-двое голодаешь, потом не можешь совладать с жором. Ну, по-другому невозможно назвать прием пищи, состоящий из стопки блинов. Я даже не знала, худею я или толстею, потому что у меня не было весов. Я ориентировалась только на отражение в зеркале. А оно, сами понимаете, не всегда радует. Это был первый шаг в нарушении пищевого поведения. В моей голове появилась прочная установка, что если я сегодня разрешаю себе поесть, то нужно наесться впрок. Потому что завтра включу железную силу воли и не позволь себе этого. Я думаю, что многие сейчас себя узнали. В общем, подросткам я делаю самый главный и опасный шаг к формированию расстройства пищевого поведения. Мне потребовалось 15 лет, чтобы избавиться от этой установки по ошибке, выработанной в подростковом возрасте. Теперь, я думаю, понятно, почему я так прошу уделять больше внимания подростку. Участвовать в его жизни, вызывать доверие, а не желание свернуться просто как ежик и колоть любого прикоснувшегося. И непременно повышайте его самооценку. Хвалите. Замечайте даже его самые маленькие успехи. Потом мне стало не до диет, потому что 9-11 класс, это пора экзаменов. Я училась очень хорошо, занималась в музыкальной школе, ходила на танцы, брала уроки у репетиторов. И у меня просто не было времени продолжать диету. К 11 классу я вытягиваюсь в росте. Во мне 54 килограмма, и меня все устраивает. Сейчас я знаю, что это оптимальный вес для меня, но я иду учиться, и моя подружка по общежитию опять астенник. Вот так мне повезло. Поэтому мне, нормастеннику, опять хочется невозможного худобы и изящества. Хотя разница в весе небольшая, я вешу 54, а она 49. Но на фоне ее я чувствую себя той самой толстой подружкой, которую выгодно брать с собой, чтобы на контрасте выглядеть лучше. Я начинаю опять истязать себя голодом и обжорством. Это происходит периодами, потому что любовь позволяет забыть о дурацких загонах с весом. О том, что происходило со мной после рождения детей, расскажу в следующей части. Не допускайте моих ошибок. Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Увидимся скоро. Всем пока.